Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Уже вы, наверное, все давно знаете, а я только что посмотрел. Мне, в общем-то, скидывали информацию об этом, но я вот буквально только что посмотрел, что Микела Абрамова, дочка Алсу, она вместе с Ержаном Максимом записывает трек на студии, называется «Любовь». Вы знаете, я не знаю, то ли мама Ержана, а не то ли, я знаю, что они из деревни, из села, да, но как бы здесь такой тонкий момент, не хочется никого обижать, да, не хотелось бы, как есть такая фраза, не хотелось бы никого обижать, но тем не менее, ведь это понятно, вот я сейчас посмотрел этот кусочек эфира, который, я так понял, Алсу на странице выложил, я не заходил, не смотрел, но это прямо вот в статье, в статье было написано, и там кусочек, нажимаешь play, вот они вдвоем в студии, Микела и Ержана, они вдвоем поют, но это еще до было объявления того, что была фальсификация, что боты накрутили все это дело. Вы знаете, ну неужели непонятно, что вдвоем они выйдут в 24 мая и споют песню «Любовь», как человек, это взрослый человек уже все-таки Микела, да, и чистая душа, я считаю, Ержан, который на автобусах с бутербродами добирался из Казахстана для того, чтобы поучаствовать в «Голосе», значит, и его наедали, извините за выражение, да, замените там букву одну на другую, и как бы такое единение, единение душ, единение такое детей, детский праздник, и такой мир как бы, и все в порядке. Вы знаете, я думаю, не будет никакого, мне кажется, даже пересмотра или там еще чего-то, просто не будет финалиста, просто вот голос будет без финалиста. И Ержана не сделает, мне кажется, победителем. Ержана, знаете, как сделать? Ержана сделает так, что, мол, того, что наш мальчик, обнялись, все поцеловались, все счастливы, все здорово, концерт все спели, еще раз по 10 раз все песни, дети еще раз все выступили, Ержан с Микелой в конце выйдут, споют «Любовь», и все замечательно, и все, наконец, в конце будет хорошо, вот так. А то, что, еще раз говорю, в говно лицом макнули всю страну, то, что устроили это, то, что эти боты, все спустят на тормозах, как в России обычно и бывают. И маме Ержана не надо было соглашаться на это. Я уверен, что маме Ержана задонатили, извините за выражение, что, значит, пожертвовали некую сумму, это мое субъективное оценочное мнение, за то, чтобы вот так все было спокойно, тихо, и чтобы народ не бунтовал, потому что серьезно народ поднялся. Но я хочу сказать, что зря, зря она на это согласилась, может быть просто так, может быть не просто так, но тем не менее зря, потому что я считаю, что такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. И вот так просто согласиться на примирение, ну, я бы чисто из чувства собственного достоинства за своего ребенка сказал бы, что, блин, да вы офигели что ли совсем, давайте официально объявляйте сначала, что, причем в СМИ, что победа переходит тому, кто занял второе место, а потом уже будем делать 24 мая какие-то, значит, примирительные мероприятия, концерты и т.д. и т.п., да. Ничего не объявили, отставки нет, лям с коммуниздили, и ничего не это, никто не чешется. И все, и примирительные концерты, и песня, и любовь на двоих. Я не понимаю такого. Я вот, я не въезжаю в систему координат вот такой, потому что, еще раз говорю, мне кажется, нужно было объявить сначала, и мама Иржан должна была настоять на этом. Ну, что такое? Ну, я понимаю, что они не знают русского языка, может быть, может быть, еще что-то такое. Я понимаю, что они, с ними наверняка в постоянном контакте, в постоянной работе находятся, наверняка их там не просто так, они в школу Игоря Брутова попали, и в этот United Label какой-то там, который работает с Лепсом, с Агутиным, со всеми его в тур там по всему отправят. Все это не просто так, конечно. Я думаю, это в обмен на примирение сделано. Ну, если и так, то ему карьеру просто сделали, продвинули его. Ну, здесь уж решать, наверное, каждому родителю так. Как вы считаете, ребят? Пишите свои комменты, потому что мне очень это интересно. Всем пока, ребят, до встречи.